это будет золотая клетка и вне я смогу творить не сможешь без свободы потеряющий талант чтобы быть свободным достаточно считать себя таковым не помню кто это сказал ну давай иди вместе начнем новую жизнь а поймай меня считай до 30 хорошо 1 2 3 а Вася, не ходи! Маша! Василий Петрович? Глаша, а где барыня? Мария Александровна, в парке гуляют. Давно? Дождь больше двух часов. Ступайте, вы нам больше сегодня не понадобитесь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Андрей Золотницкий. Какая страшная судьба. Разумеется, он будет оправдан, а его честное имя восстановлено. Пускай и посмертно. Поистине иезуитский план. Подготовить его как Крутина и выдать нам в последний момент. Вы знаете, кто она? Ее отец-этнолог из Вены приехал на Алтай изучать тамошние верования. И влюбился в женщину-шамана. И на ее дочь? Да. Пятнадцать лет назад она ушла из дома и очень долго о ней ничего не было слышно. Мы сейчас проверяем ее на причастность к самым громким и необъяснимым убийствам в империи за последние десять лет. Остается только один вопрос не раскрытый. Зачем ей понадобилась Анна Миронова? У меня есть предположение, вам приходилось слышать когда-либо о сокровищах катаров? Есть легенда, что перед взятием их последнего оплота около замка Монтсигюр катары спрятали где-то несметные сокровища и некие святыни. Многие пытались их найти, но никому это так и не удалось. Потому что никто из живых не знает, где лежит клад. Возможно, знают мертвые. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Антон Андреевич! Антон Андре... Антон Андреевич! Просыпайтесь! Я не сплю. Просыпайтесь, Антон Андреевич, вставайте! Оставьте меня! Даже не мечтайте. Сдавайте, Антон Андреич. Так. Организм ваш в плачевном состоянии. Ну, жизнь будет. Мы уходим. Куда? Как куда? На прогулку, свежим отдыхом подышать. Нет, нет, нет. Я никуда не пойду. Ну уж нет, Антон Андреич. Нет. Однажды вы спасли меня, а теперь я должна спасти вас. Спасите меня. Спасите меня. Удивительный вы человек, Анна Викторовна. С мертвецами разговариваете, а мышонкой... Мышонкой испужались. Не смейте кому-нибудь рассказать об этом. Антон Андреич, вам не следует себя так изводить. Как вы не понимаете, Анна Викторовна. Я полюбил преступницу и позволил обвести себя вокруг пальца, как мальчишку. После этого не думаю, что я имею право оставаться в должности. Антон Андреич, вы прекрасный сыщик. Я даже скажу, выдающийся. Да, на вашу долю выпало тяжкое испытание. Но это говорит только о том, что вам это по плечу. Поверьте мне, все наладится. Это я вам как медиум говорю. Вы знаете, я постоянно думаю о гипнозе. Что делать? Как с ним бороться? Ведь страшно представить, какие еще преступления в будущем могут совершиться с его помощью. Посмотрите. Удивительная картина. Ваши гипотезы? Ну, еще о Видеи говорил. Амур нон эст медикаблис хардес. Любовь не лечится книгами? Анна Викторовна, рад вас видеть, Антон Андреич. Здравствуйте. Добрый день, господа. Мы вот, Ольга Матвеевна, вы полагаете, уже можно? Да, Николай Васильевич, я думаю, что можно объявить. Я сделал госпоже Вернер предложение, и она согласилась стать моей женой. Боже мой. Поздравляю. Благодарю. Поздравляю. Ваше благородие, Ваше благородие, прошу простить чрезвычайное происшествие. Что случилось? Двойное самоубийство в доме Горелина. Антон Андреич, ваш отпуск закончен. Но я… Вы уже достаточно насиделись дома. Следуйте за мной. Дамы, прошу простить. Вот такая у нас служба. Я не знаю, понимаешь ли ты то, что я сейчас говорю. Я уже давно перевел все твое имущество и деньги на имя Володи. И впредь буду присматривать за ним, оплачивать его пансионы и твое нахождение в клинике. Мы теперь долго не увидимся. Пойми, мне нужна моя жизнь. Ну, а твоя судьба теперь в Божьей воле и самое страшное позади. Тебе больше не грозит смертная казнь. Меня казнят каждую ночь. Что? Я не уберег сокровища и ухожу. Горелина. Мария Ольшанская, восходящая звезда русской поэзии. Блистала в салонах, кружила головы, пока не получила предложение Василия Горелина, миллионщика. Разве он живет не в Москве? Ну, и в Затонске у него есть дом, еще один из суконных заводов, который находится неподалеку отсюда. Тетрадь Ольшанской и ее стихи. Я хочу, чтобы душа дрожала от счастья безмолвного. Хочу святого жала, божественно любовного. Недурно. Господа, мои почтения. Здравствуйте, доктор. Ну, что у нас нового? Я смотрю на Сера спокойно. Проявили особую фантазию. Сударыня. Сударыня. Сударыня, постойте. А что это за духи? Божественный аромат. Ну, правда ли? О, да. Новинка парфюмерного дома Таубе. Только что поступила в магазины. Таубе, вы сказали? И уже в магазинах? Расходятся невероятно быстро. Так что, если хотите приобрести для своей дамы, поторопитесь. Как называются эти духи? Реванш. Реванш? Реванш? Вот я просто! Реванш. Знаете, господа, одной этой раны было бы вполне достаточно для смерти. Ее чем-то ударили? Ну, вполне возможно, что ударили. А может, просто при падении ударилось в какой-то угол. Крови нигде нет, и предмет, которым могли бы ее ранить, не найден. Звали, господа? Да-да. Это вы обнаружили трупы? Да. После полудня. А чего же не раньше? Господа просили никогда не будить их по утрам. Ложились поздно. Угу. Эта туфля домашняя? Нет. Мария Александровна вчера гуляла в них в парке. Где вторая? Не знаю. Когда вы видели господ в последний раз? Мария Александровна вчера после обеда. Она как раз собиралась в парк идти. А Василия Петровича, когда он с завода приехал, часов в восемь вечера. Ночью ничего не слышали? Нет. Ничего не слышала. Может быть, шум или ссору? Нет. Благодарю. Вы свободны. Пока. Да. Доктор, он дернулся. Это, скорее всего, посмертная контрактура. Нет. Опять дернулся. Господа, снофеварные порошки. Год как просрочено. И что это значит? Как его зовут? Василий Петрович. А вот дышит. Василий Петрович, вы меня слышите? Меня казнят каждую ночь. Почему она так сказала? Вы же знаете, господин Штольман, это основной сюжет ее вреда. Ей постоянно кажется, что ее собираются казнить. Или вы снова подвергаете ее жестоким процедурам? Но вы же помните, я запретил им. Разумеется. Пока вы в своем праве. Что значит пока? Прошу покорничьи меня простить, но я слыхал, что вы хлопочете насчет развода. Вам следует знать, что как только вы перестанете быть законным мужем госпожи Нежинской, все решения, касаемые лечения, будете принимать уже не вы, а руководство клиники. Простите между пациентами. Очень странно. На ней надет корсет и чулки. И что ж здесь странного? Девушка собиралась спать, надела пеньюар. Но какая дама будет спать в корсете и чулках? Не так ли, Николай Васильевич? Кстати, это, похоже, не единственная странность. Посмотрите, она подвернула голеностоп. Кстати, эта травма достаточно свежая. Может быть, даже она была получена ей вчера. А более того, у нее мокрые чулки. Я полагаю, она была убита в парке, а затем тело перенесли в дом. Это вам тоже духе подсказали, Анна Викторовна? Нет, Николай Васильевич, на сей раз это дедукция. Ну, вижу, годы сотрудничества с полицией пошли вам на пользу. Ну что ж, прикажу немедленно обыскать парк. Честь имею. Расскажите, Василий Петрович, по порядку, подробно, что вчера произошло? Это так необходимо? Я же уже во всем признался. Увы, это необходимо. Мы с ней поссорились горячо, страшно. Причина? Ссоры? Маша ведь была не женщина. Чистый эфир. Все время витала в своих поэтических фантазиях. Все какой-то неземной любви ждала. Разве вы с ней не были помолвлены? Да. Вроде условились обо всем. Она согласилась венчаться. А вчера вдруг опять сомневаться стала. Смеялась надо мной. Деньгами попрекала. Обзывала меня купчишкой. Вот на меня что-то и нашло. Я ее ударил, толкнул. Она упала, ударилась головой. Насмерть. Ну и когда я понял, что натворил, решила себя убить. Нет мне жизни без нее. И приняли снотворные порошки? Да. Все, все, что в доме были. Только не посмотрел, что просроченный дурак. Стреляться надо было. Теперь ведь засмеют. Ценю вашу искренность, Василий Петрович. И даже сочувствую. Однако, как-то странно получается. Горничная ничего не слышала. А следов крови в комнате мы и не обнаружили. А мы в этом толк знаем, уж поверьте. Как вы все это объясните? Никак. Откуда мне знать? Посудите сами. Я в таком состоянии был, что себя не помнил. Может затер, а горничная Глаша спит в другом крыле дома. Вот ничего не слышала. Узнаете, господин Горелин? Это вторая туфля вашей невесты. Вчера, когда она уходила в парк, на ней были обе. Одну мы нашли в вашей спальне, вторую в парке. Кстати, там на снегу были пятна крови. Вот меня, признаться, сразу удивило, что госпожа Ольшанская вышла зимой из дома в такой легкой обуви. А когда вернулась, не переобулась. Ей все равно была на погоду за окном. Маша всегда одевалась по настроению. То есть, ваша ссора произошла в парке? Хорошо, господа. Я расскажу вам правду. Маша! Маша, ты где? Маша! Маша! Вернись домой, простудишься. Маша! Маша! Машенька! Маша! Что же это? Как же так? Как же так, Машенька? Господи! На кого же ты меня бросила, Машенька? Куда же ты ушла? Сейчас, моя девочка. Сейчас, подожди. Как же так, а? Что же это? Почему же вы не вызвали полицию? Разве она могла вернуть ее к жизни? А зачем тело перенесли в дом? Боюсь, это будет сложно объяснить. Ну, вы попробуйте. Маша больше всего боялась умереть некрасиво. Всегда говорила, что хуже любого унижения выглядеть в смерти недостойно. Вот, я все сделал так, как она того бы хотела. Переодел ее, принес цветы из оранжереи. Ну, почему вы решили признаться в убийстве, раз вы его не совершали? Это будет еще сложнее объяснить. Альшанская известная поэтесса, знаменитость. И вдруг погублена, бог знает кем, в каком-то захолустном городке. А быть убитой женихом из ревности, согласитесь, это весьма яркий финал биографии. Сдается мне, прежде вы не упоминали ревность. Вы знаете, это кольцо Альшанское? Нет. Нет, у нее не было такого кольца. Мы нашли его в парке вместе с туфлей. Как же я сразу-то не догадался. Милый человек, эта больница… Проводи меня к доктору, сделай милость. А то уж больно сильно голова болит. В моем романе эта чертова фиалка упоминалась двенадцать раз. Как вообще это могло произойти? Лиза. Она ушла от меня к Таубе. К кому? К моему конкуренту, к Таубе. Ушла вместе с формулой моих духов. Она, разумеется, запустила в производство это сразу. Лиза, ты уверен? Абсолютно. Видите, это ясно как божий день. Кто ж еще? Я ей много рассказывал о этом своем прожекте. Ой. Ты знаешь, как называется? Духи как называют? Реванш! Реванш! Ну, тут же все белыми нитками шито. Я уверен, это она ему подсказала название. Ну, во всяком случае, это очень успешное название. Гораздо лучше, чем ночная фиалка. Мамочка. Мария Тимофеевна, вы… Мария Тимофеевна, я, я, я же разорен. Я разорен. Понимаете вы это или нет? Огромная партия ночной фиалки уже произведена. Но в магазины ее не возьмут. А меня обвинят в плагиате. Вот что будет. Петя, Петя, успокойся. Мы завтра же, завтра же, мы с тобой поедем в Петербург. Подадим иск в суд. Я сам буду вести твое дело. Мы заставим эту маленькую мерзавку во всем признаться. Ну, знаете ли, господа, и по делу вам обоим. Женщина – это не игрушка. Лиза, разумеется, поступила дурно. Но у нее были прекрасные учителя. Ох, Мария Тимофеевна, вам бы в адвокатуру податься. Прямой до дороги. Маша, ты, безусловно, права, но все-таки Петя не заслужил такого наказания. Да, разумеется, не заслужил. И я уверена, ты справишься с этим делом. И, кстати, может быть, это и к лучшему. Я очень много думала, я склоняюсь к тому, чтобы не печатать мой роман. Что? Что значит не печатать? Мама, ты же так много над ним работала. Так много людей его ждут. У тебя прекрасный роман. На самом деле, Маша, что за блажь? Тебя могут узнать в арфире Платоныча, а потом судачить за спиной. Я не думаю, что тебе это понравится. Слушай, неужели... Неужели ты готова пойти на это ради моего спокойствия? Разумеется. Нет, а слушай, я не могу принять от тебя такой жертвы. Я тремнет. Я просто настаиваю, чтобы роман был опубликован. Господи, я разорен. Я разорен. Разорен. Я с ним посижу. Я предупреждал Машу насчет евреев. Умолял не иметь с ними никаких дел. Но ведь у нее всегда были слишком вольные взгляды. Я правильно понимаю? У вас был соперник из племени иудеев? Да. Был некий Иосиф Винер. Весьма мутная личность. Тоже из этих поэтов и бунтарей. Только, по моим сведениям, они с Машей не виделись уже более года. Потому как покойный царь, как вы знаете, благоразумно распорядился выслать всех евреев из Москвы. Господин Горелин, вы можете быть свободны. Только я прошу вас не покидать город до окончания следствия. Пропусти. Благодарю. Если я вам понадоблюсь, я буду у себя дома или на заводе. Прошу вас. Здравствуйте. Соломон Яковлевич. Антон Андреевич. Антон Андреевич. Что же такое стряслось, если вы сами решили заглянуть в старику Лурье? Сердечно рад вас видеть. Взаимно. В наш город в последнее время ваши соплеменники случайно не приезжали? А к чему бы им приезжать? Зачем? Чтобы иметь неприятности на свою голову. Мне, допустим, профессия дозволяет жить в Затонске или даже в Москве. Но ведь не всем же повезло быть аптекарем. Это правда. То есть вы абсолютно уверены, что никто не приезжал? Ну, если бы я был уверен в обратном, то неужели же не сказал бы вам? В таком случае, позвольте задать еще один вопрос. И больше я вас не стану задерживать. У нас есть кольцо. Мы хотели бы узнать, что на нем написано. На внутренней его стороне. Удалось прочесть? Да. Крепка, как смерть, любовь. Это обручальное кольцо, Антон Андреевич. Такое невесте надевают на свадьбе, а потом хранят всю жизнь и передают по наследству. Понятно. Невесте, стало быть. Не беспокоит, не слишком ли оно велико для женской ручки, будто мужское. Нет? Его надевают девушки на указательный палец. Скажите, откуда оно у вас? Было найдено на месте преступления. И ежели у вас есть что еще сообщить, я прошу вас сделать это незамедлительно. Ибо Вито сомном бреве эст. Жизнь – это краткий сон. Ну… Таков закон, Яков Платоныч. Перестав быть мужем не женской, вы уже не будете иметь права влиять на ее судьбу. И, боюсь, опеку над мальчиком вы тоже не сможете сохранить. Поскольку он не ваш сын. Я хотел бы подать прошение. Ввиду вступления нового государя на престол, и моих скромных заслуг перед отечеством, возможно, не женскую помилуют. Забудьте. Если вы полагаете, что в его императорское величество Николай Александрович мягче или мудрее своего отца, то ошибаетесь. Оставьте свои пустые надежды. И не пятнайте себя подобным заступничеством. Не женской пойдет на каторгу, если выздоровеет. Или окончит свои дни в сумасшедшем доме. Третьего варианта не существует. В таком случае я вынужден отказаться от развода. Простите, что отнял ваше время. Честь имею. Майя на липсе, Нина. У меня для вас сюрприз. Мама? Да, это твоя мама. Иди обними ее, не бойся. Мамочка, я так скучала по тебе. Вы не рады видеть сына? Кто этот мальчик? Мама, ты что, забыла меня? Не расстраивайся, Володя. Просто мама очень больна. Но я ее обязательно вылечу, и она тебя вспомнит. Хочешь, я тебе кое-что покажу? Я слышал, что ты очень способный мальчик. Хорошо учишься в школе, да? Да, я хочу быть первым в классе. Только надо еще потянуть алгебру. Этот аппарат может тебе помочь. Ты же знаешь, что такое электричество? Да, конечно. А знаешь, какое действие она производит на мозг человека? Стимулирует его. Развивает. Электричество увеличивает мыслительные способности? Ты действительно очень умный мальчик. Этот аппарат придуман как раз для этого. Хочешь испытать на себе его действия? Конечно. Ух ты, как здорово! Только ты должен сидеть очень-очень неподвижно, хорошо? А можно я расскажу про этот аппарат в пансионе? Конечно. Ты даже можешь сделать небольшой доклад. Володя! Нет! 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 Прекратите! 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 Володенька! Володя! Володя, мой хороший. Мам, ты меня вспомнила. Я тебя никогда не забывала. Володя, я вас оставлю. Мы поговорим после майной липсамина. Мамочка, я так скучала. Я по тебе. Я так соскучилась. Ты так вырос. Мой мальчик. Мой мальчик. Мой хороший. Как я скучала теперь. Как я скучала. Мадбазель Миронова. Анна Викторовна. Соломон Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Послушайте, мне очень нужна ваша помощь. Понимаете, мой племянник Йосия навещал меня несколько дней назад. В полиции он не отмечался. И это, конечно, против правил. Ну, с другой стороны, зачем ему отмечаться, если он остановился мне всего на два дня по пути в Одессу? Что с ним случилось? Его догнали в Ярославль. И уже везут сюда, чтобы обвинить в убийстве Марии Ольшанской. Обвинят. Будьте покойны. Вы читали о деле Дрейфуса? Конечно. А какие у полиции основания его арестовать? На месте преступления нашли наше фамильное кольцо. Послушайте, если я в чём-то уверен, так это в том, что Йосили никого не убивал. Я понимаю. Ему нужен хороший адвокат. И я поговорю с отцом. Нет, нет, нет. Я уже написал в Петербург господину Валькинштейну. Надеюсь, он не откажет. А вас я хотел попросить совсем о другом. О чём же? Религия, конечно, запрещает это. Но даже библейский царь Саул вызывал дух пророка Самуила. Так что же вы хотите с бедного аптекаря? Очень прошу вас, Анна Викторовна, поговорите спокойно о Ольшанской. Должна же она в конце концов знать, кто её убил. Дух Марии Ольшанской, явись мне. Дух Марии Ольшанской. Явись мне. Почему-то не хочет. Да. Ну, нет. Ты чего одна? В потьмах? Я пыталась вызвать дух Марии Ольшанской, но почему-то она не приходит. Не хочет сегодня, придёт завтра. Смотри. Что я тебе принёс? Это же фонограф Андрея Петровича. Да, вот решил его наставить себе. Тут, между прочим, есть и запись твоего голоса. Я знаю. Сегодня, шестое июня 1894 года. Погода замечательная. Перемыл с Андреем Петровичем. Такой дефект бывает при неверном хранении. Сейчас я… Подожди, подожди, подожди. Сейчас я поправлю. Хочу сказать, но нет голоса. Но мне почти и тела нет. Другим узлом свои зависит полосы, часов и дней. Недели нет. Это совершенно естественно в вашем состоянии. Аннет, это же её посмертные стихи. Ты можешь себе представить, что будет, если… если это напечатать, если издать? Дядюшка, родненький, умоляю тебя, дай мне с ней поговорить. Скажите, а кто вас убил? Я помню, конца мы искали порой. И ждали, и верили в смертной надежде. Но смерть оказалась такой же пустой. И так же мне скучно, как было и прежде. Интересно, на что она там рассчитывала? Тише, тише. Скажите, вас убил ваш жених? Он пришел ко мне, я кто не знаю. Очертил вокруг меня кольцо. Кольцо? Нет. Это все-таки племянник Соломона Яковлевича. На лунном небе черняют ветки. Мне звучит, слышно, шумит река. А я качаюсь в воздушной сетке от земли и от неба далека. Мария, у вас прекрасные стихи, они мне очень нравятся. Но я не понимаю, вы могли бы прозой? Не-не-не, не в коем случае. Пусть говорит, как говорится. Дядя. Говорите стихами, говорите, говорите стихами. Дядя, скажите, человек, который вас убил, где он сейчас? Там, где Зава тихая, где молчит река. Господа, вы почему в потемках сидите? Там, где Зава тихая. Пройдите в столовую. Ужин подан. Ой, где молчит или течет река, я уже не… Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Так. Так. Там, где Зава тихая, верно? Верно. Где молчит или течет река. Так. А дальше что? Что дальше? Я хотела бы тоже знать, что дальше. Все? Все. Все. Но новый сборник не надиктует. Мне показалось, что ради этого она все и сделала. Ничего. Тоже неплохо. А я потом допишу. Это ваше кольцо, господин Венер? Да. Оно принадлежит моей семье. В таком случае, прошу вас объяснить, каким образом она оказалась в парке господина Горелина на месте убийства его невесты, Марии Ольшанской. О, уж он себя, я не знаю. Мы прогуливались, может быть, выпало из кармана. То есть, вы признаете, что в тот вечер были в парке? Да. Мы прогуливались там с Марией. В таком случае, я вынужден вам сообщить, что вы являетесь главным подозреваемым в ее убийстве. Вы знаете, господин следователь, я думаю, что вы абсолютно убеждены в том, что это сделал именно я. У меня нет предвзятого отношения к евреям, если вы об этом. Однако, у вас был мотив и была возможность. И вот, главная улика – все против вас. Я ее не убивал! Маша! Маша! Маша, что с тобой? Маша! Маша! Тогда почему вы не сообщили в полицию? Потому что находился в городе нелегально. Меня незамедлительно обвинили в этом убийстве, а Марии было уже не спасти. Вы взяли с собой обручальное кольцо. Собирались сделать предложение? Как вы проницательны. Да, я хотел, чтобы она бросила Горелина и уехала со мной в Америку. Однако, вам она отказала. И в приступе ярости вы убили ее жестоко и хладнокровно. Я понимаю, вы не владели собой. И присяжные, разумеется, учтут это обстоятельство. Вы знаете, господин следователь, а я с самого начала знал, что этот разговор совершенно бессмыслен. Вы все равно мне никогда не поверите. Я ищу господина Коробейникова. Это я. Читал. Читал в газете о деле мумии. Очень занимательно. Это ведь, кажется, вы его раскрыли, верно? Кто вы, милостивый государь? И почему вы вырываетесь ко мне без доклада? Владимир Ульянов, помощник присяжного поверенного Валькенштейна. Это, я так понимаю, мой подзащитный Иосиф Фиммер. Михаил Филиппович не смог приехать сам, он занят на процессе. Поэтому защищать вас буду я. А почему вы так быстро отпустили Горелина? Вы считаете, что он не мог убить? Не мог. Медицинское освидетельствование трупа показало, что смерть Марии Ольшанской наступила между пятью и восьми часами вечера. Ознакомьтесь. А Горелин вернулся с завода только в восемь часов. И сразу же пошел в парк к своей невесте, которую, как он считал, уже приобрел себе в собственности. Знаете ли, Антон Андреевич, при установке времени смерти полчаса – это допустимая погрешность. Владимир, простите, как по батюшке? Кирич. Ваш подзащитный только что показал, что Мария в пять часов уже была мертва, когда он сбегал из парка. И вы лично видели, как он сбегал, а не ушел, допустим, на полусогнутых ногах? Вот только свидетелей нет. Владимир Ильич. Был. Был свидетель. Какой-то мужик. Какой-то мужик, думаю, скристиан. Он встал у меня на пути, я его оттолкнул. Высокий, с бородой, с котомкой. Может быть, я понимаю, шансов мало, но, может быть, он видел, кто убил мою Машу. Послушайте меня, Иосиф Давыдович, это архиважно. Возможно, вы вспомните какую-то особую примету. Примета, примета, примета. Да, да, была примета. У него не было пальца на левой руке. Я это видел. Антон Андреевич, я считаю, что необходимо бросить все силы Затонской полиции на поиски данного свидетеля. Какого свидетеля? Которого ваш подзащитный только что выдумал, чтобы затянуть следствие? Откуда в Горелинском парке мог взяться крестьянин? Узко мыслить и батенька. Да какой вам к чертовой матери батенька? Соблюдайте приличия, господин Ульянов. В противном случае я прикажу городовому выставить вас вон, несмотря на то, что вы из столицы и помощник Валькенштейна. Прошу покорнейше меня простить. А если вам нужен свидетель, так отыщите его сами. Трогай. Гони, гони. Скажите, любезный, а где в этом городе народ живет? Народ-то? Так вот, в Слободке. Далеко ли отсюда? Ну, слов союзда и будет, барин. Спасибо. Ой, меня только что вывел из себя этот... Ульянов этот адвокат Виннера. Почему? То, что наглый тип, самоуверенный и крайне неприятный. Я уверен, что его ждет блестящая карьера адвоката. Рано или поздно он переплюнет самого плевака. Простите за каламбур. Вот вы уже и шутите, Антон Андреевич. Знаете, что они удумали? Этот Ульянов с Виннером выдумали какого-то свидетеля, который, дескать, в парке Горелина был в момент убийства. Описали его так. Крепкий мужик, с бородой. И, что любопытно, на левой руке у него нет пальца. Знаете, Антон Андреевич, они его не выдумали. Такой свидетель действительно есть. Однако, к несчастью, он мертв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова